На Абаза ТВ новости. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Кадровые вопросы, актуальные законопроекты. Репортаж с заседания сессии Народного собрания. Убедительных данных о наличии синегнойной палочки нет. Брифинг представителей Минздрава Республики. Впервые в День Абхазской науки. Вручение дипломов. Почетный доктор Академии наук Абхазии. Насыщенная сессия. На должность заместителя генерального прокурора назначен Эшсо Укакалия. Вице-спикером избран Валерий Кварчи. Эти кадровые вопросы были решены на очередной сессии парламента. Депутаты Народного собрания внесли изменения в республиканский бюджет за текущий год. Сокращение доходной части бюджета на 2,5 миллиарда рублей вызвано недопоступлением финансовой помощи из России. Также приняты законопроекты о физической культуре. Внесены изменения в закон о контрольной палате, госпошлине, судебных исполнителях. А вот нашумевший законопроект об обороте оружия парламентарии отложили. Подробности в материале Илана Казанба. Законопроект об оружии в нашей стране вызвал довольно оживленные дискуссии. В частности, в социальных сетях пользователи высказывали предположения о массовом разоружении резервистов. Как оказалось, никаких подобных угроз проект закона не несет. О его деталях рассказал депутат Беслан Губас, один из разработчиков закона. За резервистом у нас законом о резервисте закреплено боевое стрелковое оружие с боекомплектом, которое хранится у него дома, соответственно, естественно, в условиях для хранения, пожизненно, с правом передачи детям и так далее, и так далее. Данный законопроект, который мы предлагали сегодня об обороте оружия, он о гражданском оружии, о праве граждан приобретать охотничье оружие и так далее, о законности, нормах и регулирующих правилах, механизмах приобретения и так далее. Никакой угрозы. Мало того, по желанию наших коллег и граждан, мы учли возможность приобретения гражданами Абхазии короткоствольного огнестрельного оружия, то бишь пистолетов. Проблема в том, что в нашей стране нет четко прописанного закона о резервистах. Именно в этой связи и было отложено принятие закона об оружии. Затем депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Теперь, в случае фиксации камерами видеонаблюдения нарушений ПДД, изменения предусматривают вынесение постановления, а не составление протокола, как это было раньше. Экземпляры постановления будут врушаться нарушителю, сотрудниками правоохранительных органов лично или по почте в форме копии на бумажном носителе. Автоматическая фиксация нарушения правил дорожного движения позволяет охватить всю трассу, всю республиканскую трассу. И ее фиксация этого ни в коем мире не говорит, что мгновенно, буквально в течение какого-то короткого времени не успел доехать водитель до поста, уже это нарушение будет зафиксировано в виде какого-то носителя или в виде какого-то постановления и будут изыматься права. Я хотел бы сказать, что сначала делается электронная версия этого нарушения, потом эта электронная версия переводится на бумажный носитель. Через почту или лично сотрудникам ГАИ передается правонарушителю и лишь по истечению времени, это где-то 2-3, может быть даже больше, это постановление вступает в фактически законную силу. Изменения, ужесточающие наказания за нарушение ПДД, многие парламентарии назвали важными и рекомендовали коллегам их принять. Депутат Дмитрий Гунба высказал мнение о том, что из законопроекта следует исключить пункт об изъятии водительских прав, так как это может создать неудобства не столько жителям страны, сколько ее гостям. Говорить о том, что это будет через 2-3 дня несоответствовать действительности, тут будет совсем иначе. При обнаружении автоматической фиксации, фото-видео фиксации, нарушении правил дорожного движения, будет сразу выноситься постановление и при этом задерживаться водительского удостоверения, что будет вызывать неудобства и ограничения передвижения за пределы Республики Абхазия. Валерий Ганба пояснил, что права будут изыматься не сразу, а в сроки, установленные Кабинетом министров страны. Вместе с тем спикер напомнил, для того, чтобы вносить изменения в законопроект, его надо принять в первом чтении, чего депутаты не сделали. При 17 за, 3 против и 3 воздержавшихся законопроект принять не был. До сегодняшнего дня в Республике не было закона о физической культуре. Вся деятельность в этой области контролировалась распоряжением Кабинета министров и соответствующим положением. Законопроект представил депутат Тимур Гулия. Принимаемый закон о физической культуре и спорту устанавливает организационно-правовые и социально-экономические основы деятельности и основные принципы государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Республике Абхазия. Регулирует возникающие в данной сфере отношения, гарантирует права каждого заниматься физической культурой и спортом. Законопроект депутаты приняли в первом чтении с условием его дальнейшей доработки. Изменения в закон о контрольной палате предложил парламентариям депутат Георгий Агроба. Это возможность установить ежемесячное денежное поощрение в размере 100% от установленных ловесных окладов. И следующее дополнение, это за успешное добросовестное выполнение сотрудниками палаты предусматриваются виды, следующие виды поощрения. Это объявление благодарности, награждение ценным подарком, награждение почетной грамотой. Все это делается для того, чтобы простимулировать работу контрольной палаты. Кроме того, поступило предложение изменить формулировку «постоянно действующий орган государственного финансового контроля» на «высший орган». С этим не согласился представитель президента Дмитрий Шамбо. Он отметил, что контрольная палата сегодня и так единственный орган финконтроля. В итоге законопроект был принят только в первом чтении. Для презентации проекта закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2016 года на сессию парламента был приглашен вице-премьер правительства, министр финансов Дмитрий Сериков. В рамках этого законопроекта предлагается внести ряд изменений. Я по первой части предлагаю внести изменения об изменении доходной части государственного бюджета в сторону и снижения в размере 3,252,6 млрд. рублей. И по расходам на 2,909,6 млрд. рублей. Сокращаются и доходы в бюджет. То доходы наши в текущем году сокращаются на 3,248,9 млрд. рублей. Снижение наших доходов в главном обороне связано с перераспределением помощи со стороны Российской Федерации, которая перераспределяется по двум составным частям. Первая часть – это перераспределение с текущего года на 2017 год помощи в рамках реализации бюджетных инвестиций в размере почти 2,281 млрд. рублей. Эта сумма, я еще раз хочу сакцентировать на это внимание, не сокращается, она никуда не девается, просто она не будет освоена в этом году и переходит на 2017 год. Вторая составная часть сокращения со стороны Российской помощи – это сокращение текущего финансирования почти на 222 млрд. Вторая часть сокращения Российской Финансовой помощи, а именно 222 млрд. рублей – это плата за электроэнергию, проблемы с которой в нашей стране возникли прошлой зимой. Тогда Республику из-за критически низкого уровня воды на Ингурге спитала электричеством Российская Федерация. Сокращаются и доходы собственного бюджета Республики. В первую очередь это вынужденное обнуление либо сокращение возновой НДС, отмена налога на добавленную стоимость, на ввозимые продукты питания, оборудование, существенное понижение введенной таможенной пошлины на орехфундук с 35 до 10 рублей. Ряд депутатов возмутило такое положение дел. Не первый раз приходится парламентариям в конце года секвестировать бюджет. Многие народные избранники считают, что недопоступление российской финансовой помощи – это результат недостаточной работы правительства нашей страны. Сокращение доходной части бюджета осуществляется на основании, в первую очередь, негативного плана, в котором все это все расписывается, предусматривается. Если после этого у нас, извините, на 30% уменьшаются доходы, значит, они так поработали. Значит, надо соответствующие выводы делать. Обжарные коллеги, соответствующие выводы можете делать и вы. Ну, мы не можем сейчас выговор объявлять, или мы можем пригодить, давать Кабинету министров, чтобы какие-то вопросы расслабить. Но я, как Кабинету министров, вы можете и президенту рекомендовать. Каждый раз мы говорим о том, что мы обратно сам правительству сидим на встречу, потому что закон о бюджете и закон о его неисполнении приводит к серьезной ответственности, в том числе. И в этом году мы каждый год приходим к тому, что закон не выполнен, ответственных нет. С рядом замечаний министр финансов согласился, хотя целиком происходящее виной правительства он не считает. Палка о двух концах. Поэтому я бы не говорил, однозначно кого-то бы ставил обвинял. То, что доли вины с нашей стороны, с стороны Кабинета министров, определенных ведомств, есть. Но есть объективные причины. Ну, есть объективные причины, по которым происходят такие вещи. Вот просто сказать, вот мы виноваты, это тоже неверно. Я говорю, мне трудно комментировать этот блок, потому что я ни в том составе комментирования, если не отвечал за инвес программы, ни в этом не курирую. Несмотря на ряд противоречий и активные споры, изменения в бюджет были внесены. Также депутаты приняли проект закона об оказании медпомощи военнослужащим вооруженных сил России. Внесли изменения в закон о судебных исполнителях и правовом положении иностранных граждан в республике. Путем тайного голосования парламентарии избрали Эшсоу Какалия на должность заместителя генерального прокурора. Вице-спикером в связи с назначением Даура Аршба на должность главы администрации президента избран Валерий Кварчия. Илана Казамба, Сосриква Гухала, Абаза ТВ. Еще одно назначение. Рафаил Минджия назначен заместителем секретаря Совета безопасности Абхазии. Распоряжение об этом подписал президент Рауль Хаджимба. Актуальные вопросы и проблемы в развитии Гудаутского района республики обсудили в Доме культуры Гудауты. Президент Рауль Хаджимба провел встречу с активом Гудаутского района. Выступая перед общественностью Гудаутского района, Хаджимба отметил, что бюджет района увеличился, потому что улучшилась выплата налогов. По его словам, немало сделано в стране собственными силами, в частности бюджетникам выплачены повышенные зарплаты. Рауль Хаджимба сообщил о планах по развитию района. Так, по его словам, в Гудауте до конца года начнут функционировать два дошкольных учреждения. В бюджет 2017 года будет заложен ремонт еще одного детсада, продолжится строительство музея боевой славы. Секретарем общественной палаты Абхазии нового четвертого созыва вновь избрана Нателла Акаба. Ее кандидатуру единогласно поддержали все члены общественной палаты. Также в ходе первого заседания были избраны два заместителя секретаря Даниилу Бирия и Валерий Хаджимба. При формировании общественной палаты в соответствии со статьей 8 закона Республики об общественной палате глава государства утвердил 13 кандидатов. 11 человек представляют политические партии и общественно-политические движения. Такое же количество кандидатов выдвигают органы местного самоуправления. На первом заседании новый созыв также увеличил количество комиссий. Наряду с основными, в 8 появились две новые комиссии по здравоохранению и развитию гражданского общества. Я надеюсь, что мы будем наращивать темпы, учитывая, что скоро парламентские выборы. Я думаю, мы тоже как-то, как гражданское общество, будем принимать участие в этом. Я думаю, что мы будем и наблюдать за ходом выборов, и за все избирательные кампании. Но это только одна сторона дела. Мы должны поднять роль гражданского общества. Вот вчера было интересное такое ток-шоу, первое на абхазском телевидении, насколько мне известно. И там говорилось о роли политической партии. Это правильно, конечно, для политического процесса это очень важно. Но есть и гражданское общество, и это тоже очень важно. Без гражданского общества не может быть демократического государства. Поэтому я думаю, что роль общественной палаты это наращивать вес гражданского общества в Абхазии. Инфекция достоверно не установлена. Информацию о выявлении в детских медучреждениях столицы синегнойной палочки, а также о случаях неонатальной смертности в родильном отделении республиканской больницы прокомментировали в ходе брифинга на площадке Арсмира первый заместитель министра здравоохранения Томас Цахнаки, главврачи детской больницы и столичной детской поликлиники, руководитель СЭС столицы, представители родильного отделения республиканской больницы. Элеонора Гелаян с подробностями. Предметно говорить о конкретных случаях можно будет лишь после получения полной информации по результатам проверки. Любая неонатальная смерть является предметом обсуждения коллегии Минздрава. Представители СМИ, конечно, интересовали причины смертности в родильном отделении республиканской больницы. По неонатальной смертности, то по нашим статистическим данным их пять. К сожалению, из них четверо детей – это случаи госпитальной летальности. И когда проводится статистический анализ, мы прежде всего говорим о госпитальной летальности. И два случая, которые, к сожалению, это наши же новорожденные, но смерть которых произошла за пределами учреждений. Обсуждались причины смертности детей, показатели мертворождения, санэпидобработка родильного отделения, ситуация с синегнойной палочкой. По словам Тамаза Цахнакиа, проводится контроль внутри больничных помещений. Убедительных данных о наличии в родильном отделении синегнойной палочки нет. Взяты смывы на анализ, и вскоре можно будет руководствоваться результатом лабораторных исследований, рассказали представители Минздрава. К сожалению, та же синегнойная палочка или же это стафилококк или стриптококк, они подвергаются мутации. И не всегда могут быть чувствительными к определенному препарату. Поэтому постоянно ратируем эти дезинфицирующие средства. Они достаточно агрессивные и достаточно эффективные. По данным Минздрава, с 1 января по 1 октября 2016 года в республике зарегистрировано 10 летальных госпитальных случаев. Это 5 смертей новорожденных и 5 смертей в детской республиканской больнице. Что касается борьбы с внутрибольничной инфекцией, то во всех медучреждениях собственными силами планово проводятся соответствующие мероприятия. Контроль республиканской санэпидслужбы проводится один раз в год. Постоянно меняются дезинфицирующие средства, убивающие патогенные организмы. Мы выбрались как с поверхностей, так и с рук поверхностей всего. То есть это столы, это пеленальные столы, это кювезы и так далее. Там очень много перечисляют. С рук медперсонала обязательно, со спецодежды медперсонала. И дополнительно были взяты мазки из зева и носа на носительство золотистого стафилокопа. Только у профессионала? Только у персонала, безусловно. В родильном отделении, по словам Аллы Беляевой, постоянно проводится ведомственный контроль. Плановый раз в год, вне плановый по различным эпидпоказаниям. Результаты же бактериологического анализа у женщины приходят спустя пять дней. Во всех роддомах поступают женщины, являющиеся и носителями стафилокопа, и носителями той же синегной палочки, и носителями стептокопа, и носителями многих других инфекций. При этом цифровых данных таких я вам сейчас не готова сказать. Но все мы прекрасно знаем, у нас рожают и женщины с гепатитами, и женщины с туберкулезом, и женщины с ВИЧ-инфекцией. То есть наличие заболевания не подразумевает, что ее нельзя пускать в роддом. По словам Беляевой, окончательные результаты будут готовы на следующей неделе. Специалист, ответственный за санэпидсостояние родильного отделения ЦРБ Виктория Воробьева, рассказала, что проверка проводилась в октябре. И не раз все посевы дали отрицательный результат. Главный педиатр страны Ада Абухба сказала о проблемах педиатрии, в том числе дефиците кадров в состоянии детской республики. По ее словам, детское население страны составляет 40 тысяч. Из них в Сухуме более 10 тысяч малышей. На октябрь 2016 года зарегистрировано полторы тысячи родов. Из них более 800 приняли в Сухумском родильном отделении. Вы спросите, что делать? Прежде всего надо готовить кадры, надо их планировать. Вот когда государство выделяет эпитуриенту лимит на учебу, то с ним надо заключить контракт, что он вернется к себе на родину с определенной специальностью. А именно детский анестезиолог, реаниматор и детский инфекционист. Вот две специальности, которые у нас крайне востребованы. Что касается близнецов Хагба, направленных в Сочи, то у них, по словам главврача Республиканской детской больницы Игоря Джопуа, по результатам экспресс-диагностики за пределами Абхазии синегнойная палочка выявлена не была. Врач-неонатолог Амбра Барцит, занимавшийся выхаживанием этих детей и их переводом, сказала, что у них не было никаких признаков какого-либо воспалительного процесса, тем более инфекции. Двойняшки родились недоношенными. То есть 10 дней, они были изначально на двух антибиотиках, как положено по протоколу, потом была произведена смена этих антибиотиков на еще один, на другой, и при переводе как красочно описывается гнойных пупков у детишек не было. Пупки были абсолютно сухие, спокойные, и у детей не было никаких признаков какого-либо воспалительного процесса, тем более инфекции. Медики на брифинге признали и отметили важность и необходимость проведения патологоанатомического вскрытия, ведь именно оно позволит более точно указывать причину смерти. Ильянура Гилаян, Раму Камкия, Абаза ТВ. В День Абхазской науки в Академии наук Республики впервые состоялось торжественное вручение дипломов почетный доктор Академии наук Абхазии, деятелям отечественной науки и литературы. Амелия Сатурян о событии. В здании Академии наук собрались люди, посвятившие многие годы своей сознательной жизни служению науке. Среди них историки, языковеды, писатели, поэты, физики и ботаники. Все они убеждены, наука занятие хоть и неблагодарное, но очень полезное, особенно творимое во благо своей родины. На торжественном собрании были учреждены новые ученые степени. На основе нашего нового устава, устава Академии наук, мы учредили ученые звание иностранного члена Академии наук Абхазии. Дали почетный доктор Академии наук Абхазии и почетный профессор Академии наук Абхазии. По решению президиума звание почетный доктор Академии наук Абхазии было присвоено народному писателю республики Алексею Гогуа, известному литературному критику Ивану Кабба, лингвисту Владимиру Касланзе и другим выдающимся деятелям Абхазии. Хотелашвили Мире Константиновне звание почетный доктор Академии наук Абхазии. Ученые поздравили коллег с присвоением почетной степени, учрежденной впервые, и пожелали дальнейших успехов в работе. Доктора исторических наук Теймураза Ачукба торжественно поздравили с юбилеем и вручили почетную грамоту за значимый вклад в развитие абхазской науки. По словам самого ученого, у него есть большой стимул продолжать исследовательскую работу и дальше. Вопросы идентичности абхазского народа – основная тема, интересующая Теймураза Ачукба. Я не считаю, что такого возраста надо останавливаться. Наоборот, я думаю, что надо еще больше работать, потому что есть какой-то опыт работы, есть много материалов собранных и необходимо, чтобы реализовать их и написать новые книги, новые статьи. С поздравлением ко всем ученым Абхазии обратился президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо. Такие события являются очень важными в становлении Академии наук Абхазии в ее развитии. Я пользуюсь случаем, поздравляю с Днем науки Абхазии всех наших ученых, ученых системы Академии наук Абхазии, всех работников и ученых Абхазского государственного университета и всех наших коллег. Он также отметил, что период становления главного научного учреждения страны уже пройден. Теперь необходимо углублять опыт и модернизировать работу Академии наук Абхазии. Амелия Сатренца, Срыко Агуха, Абаза ТВ В завершении о погоде в Сухуми В четверг, 3 ноября, в столице преимущественно ясная погода, температура воздуха днем 16, ночью 9 градусов, температура морской воды 17 градусов. Это все, о чем мы успели вам рассказать за развитием событий. Следите на Абаза ТВ. Абаза ТВ